Здравствуйте! Вы с русским охотничьим журналом и слушаете наши рассказы о магнестрельном охотничьем оружии. На этот раз о моем оружии. Это двуствольное ружье север. Довольно распространенная у промысловиков в России. По сути дела это Иш-27. Иш-27 с немножко измененной колодкой, немножко измененным ударно-спусковым механизмом. Совершенно такое простое, без затей. Мой север с самых первых выпусков со спаянными стволами. Сейчас они имеют стволы на муфтах. Причем стволы эти у меня распаивались, спаивались заново. Куплен этот север у меня был в 1998 году на все мои стремительно тающие сбережения после дефолта. И по сегодняшний день я считаю его моим любимым ружьишком. Как и любое Иш-27, оно перезаряжается при качании на вертикальном болте. Вот он, этот болт. Вот он, этот крюк, на котором оружие качается, запирается поперечной нижней планкой. Верхний нарезной ствол под калибр 22 ЛР и нижний у него ствол под калибр 20. Это точная винтовка, по-настоящему точная. Я вот это вам сейчас продемонстрирую. Предохранитель на ней автоматический, что очень плохо для промыслового ружья, но тут ничего сделать с этим нельзя. У меня была идея убрать ту планку, которая блокирует, которая делает этот предохранитель автоматически. И я понял, что если это сделать, то предохранитель перестает блокировать курки ударно-спускового механизма. Не спусковые крючки, а курки. И, в общем-то, ружье становится опасным. То есть, конструктивно его убрать отсюда нельзя. Два спусковых крючка. Нарезной спуск у него задний. Ничего конструкторы на ижмехе переделывать не стали. Он у меня специально отработан. Очень мягкий спуск, очень удобный. Мне очень нравится, кстати, на этом ружье обкладка сверху ствола. Очень удобный хват это дает. Что плохо на этом ружье? Довольно много всего. Прежде всего, открытые прицельные приспособления. Они, в общем-то, на том варианте севера, который у меня, совершенно бессмысленны. Это чистая бутафория. Я стреляю из нарезного ствола с оптическим прицелом. Это отдельная история. Но при этом ружьишка эта неприхотливая, удобная, прикладистая. Мне она очень нравится. Я с ним очень много прошел везде и всего. Давайте посмотрим, сколько оно весит. Оно весит 2,9 килограмма. В принципе, это довольно много все-таки для такой комбинации стволов. Я уверен, что грамм 300 на нем еще можно было бы сбросить. Но этого не сделали. Но, в принципе, все. И не очень удачный приклад. И плохую подгонку деталей. И даже плохо пропаянные стволы ему прощаешь за очень хороший функционал. Мой друг Алексей Вайсман, известный в интернет-кругах как дядя Леша, так характеризует это ружье. Мой любимый уродец. Останусь-ка и я при этой характеристике. Патрон 5,6 кольцевого воспламенения. Один из самых распространенных патронов в мире. Даже не один из самых, а самый распространенный патрон в мире. Для нарезного оружия. 20-й калибр вполне приемлемый. Чем это ружье на самом деле так хорошо? Малый калибр дает возможность добывать мелкого пушного зверя, соболя, белку, куницу. А из гладкого ствола можно стрелять дробью и довольно большой пулей. Я из этого севера убил двух медведей пулями. Правда, пришлось немножко потрудиться, но все-таки я их добыл. Поэтому я считаю это ружье универсальным, но с некоторыми оговорками. Нарезной ствол у него работает отдельно при условии установки на него оптического прицела. И как только ты на него ставишь оптический прицел, это ружье сразу же перестает работать как дробовик. То есть оно работает или как одноствольная винтовка однозарядная, или как одноствольный однозарядный дробовик. А как комбинированное ружье. Оно, к сожалению, не работает. Сейчас стреляем. Гладкий выстрел. А это выстрел из малокалиберной винтовки. Ну что, я надеюсь, что я с ним еще много всего пройду. И до свидания. И до встречи с русским охотничьим журналом. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...